Всем привет! У микрофона Амортис, а это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Предположим, что ты создал очень популярную игру, в которой нужно стрелять персонажами из рогатки. И предположим, что ты уже выжил из франшизы всё, что только можно, сделав кучу продолжений, каждое из которых было чуть хуже и не популярнее предыдущих. Твой следующий шаг? Сделать гонку, конечно же. Встречаем! Angry Birds Go! Надо сказать, я думал, что при переносе двухмерных персонажей на трёхмерный движок, а в гонке без этого никак, получится говно. Ну как с Симпсонами в игре Hit and Run. Но нет, ничего страшного не произошло, и графика в принципе вполне похожа на то, что мы видели в остальных играх серии. В принципе, всё происходящее не слишком сильно отличается от любой качественно сделанной аркадной гонки. Тут есть покупка новых авто и прокачка старых. Что радует, эта самая прокачка визуально отображается, то есть если регулярно вкладывать деньги в деревянное корыто, постепенно оно станет напоминать что-то осмысленное. Сами трассы собраны в небольшие паки, и чтобы закончить каждый, нужно сразиться с боссом и победить. Каждый босс имеет какие-то свои уникальные способности. К примеру, первый босс это голубка, и она умеет летать в мыльном пузыре. Наверное, все голуби это умеют. Второй босс птица-бомба, и она кидает бомбы. После победы над боссом, за него можно играть и пользоваться его способностью. Но давай немного об обычных режимах. Их четыре для каждого пака. Это гонка, где мы просто собираем монеты, противостояние, где нужно потягаться с противником, тайм-бомб, надо доехать до финиша за определенное время, пока не взорвался. И последний фрут-плен. Это что-то похожее на фрут-ниндзя, собираешь всякие арбузы и клубнички. И все бы хорошо, но в игре есть донат, при том неоправданно наглый. Не хочешь ждать 10 минут, пока восстановится энергия, и можно проехать еще пять трасс? С тебя 10 кристаллов. Хочешь офигенно крутую тачку, плати полторы тысячи рублей. И ладно бы в игре было много разнообразия, так нет, в принципе, только боссы чем-то отличаются. Да и техника их не взять. Либо донать, либо задрочь, пока не прокачаешь тачку как следует. Короче говоря, игра, в принципе, хорошая, но видно, что авторы тупо доят удачный бренд и не стараются сделать что-то реально крутое. Вот и надоели очередную порцию птичьего молока. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, ставь лойсы и делись этим видео с друзьями. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok